Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Я приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Русский Хаван. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном любопытном рецепте. О рецепте ухода за собой, за своей кожей, за своим телом. Который действительно работает и который поможет сохранить молодость и здоровье нашей кожи. Речь пойдет об аскорбиновой кислоте. Красота и здоровье нашей кожи, ее молодой вид во многом определяется тем, как чувствует себя сама наша кожа. За упругость, за блеск, за красивый внешний вид кожи отвечают множество различных молекул. А вот за непосредственную упругость и отсутствие морщин отвечает такой важный в нашем организме белок, как коллаген. Я, конечно, не доктор, который изучает кожу, не дерматолог и не бьюти-блогер ни в коем случае. Однако же биологическое образование и хорошее изучение знаний биохимии позволяет извлечь пользу даже и в таких областях нашей повседневной жизни, как уход за собой, поддержание красоты и молодости нашего организма, тела и лица. Аскорбиновая кислота является одним из хорошо известных веществ, которые стимулируют синтез коллагенов. Надо сказать, что с возрастом уровень синтеза коллагена в нашей коже падает. На них появляются морщинки. Лицо, которое все время открыто окружающей среде, солнцу и всевозможным повреждающим фактором. И лицо, которое покрывает кожу, которое все время подвергается воздействию механическому, мимических мышц, потому что мы говорим, мы улыбаемся, мы проявляем эмоции, лицо, она первая начинает страдать от возрастных изменений, в том числе от появления морщин. Совместно вкупе с тем фактом, что с возрастом синтез коллагена ухудшается, это приводит к появлению возрастных изменений. Ну, не могу сказать, что помешательство на молодости и возведение молодости в какой-то буквально там в икону современной жизни является хорошим явлением. Конечно нет. Но, как нас учат классики, что опыт учит нас, что здоровье с красотой неразлучен. Поэтому есть множество рецептов, которые позволяют поддерживать наше здоровье и одновременно поддерживать нашу красоту. Существует немало серий косметических средств, в состав которых входит аскорбиновая кислота. Она туда входит в виде особых молекул, не в виде вот такой вот аскорбиновой кислоты, которую мы привыкли видеть, в витаминах, которые обладают кислым вкусом, которые мы принимаем, если нам врач это рекомендует. И прописывает прием аскорбиновой кислоты. Там она защищена от окислений. Дело в том, что сама по себе аскорбиновая кислота является очень хорошим антиоксидантом. Она забирает на себя свободные радикалы, которые окружают нас, которые окисляют структуры наших клеток и приводят к необратимым всевозможным нарушениям. Вот аскорбиновая кислота помогает нам избежать вот этих нарушений, которые в том числе ответственны за наше старение. Поскольку аскорбиновая кислота сама способна даже на воздухе быстро окисляться, косметические компании вынуждены придумывать какие-то специальные формулы, которые они вводят в косметические средства, кремы, бассейны и так далее, для того, чтобы продлить их срок годности. Но дома, в домашних условиях, мы можем самостоятельно приготовить такую порцию средства для внесения на кожу, которую мы используем за короткое время, за такое время, за которое аскорбиновая кислота не успеет окислиться и инактивироваться. Надо сказать, что окисленная аскорбиновая кислота не приносит никакого вреда, но в то же время не приносит их пользы. Поэтому готовить это средство нужно небольшими порциями. Кроме того, что оно насытит кожу аскорбиновой кислотой, а аскорбиновая кислота неплохо проходит вот эти вот барьеры, которые у нас есть наружные, попадают внутрь нашей кожи. Она обеспечит вам очень легкий, мягкий пилинг, выравнивание поверхности кожи, а также при систематическом применении вы получите красивый, здоровый цвет лица. Не исключено, что многие будут спрашивать вас, а как это вы посреди зимы, такие загорелые, так хорошо выглядите, почему, может быть, вы куда-то на курорт ездили в какие-нибудь Египты или жаркие страны. Ну, уверен, что особенно женщинам такого рода вопросы понравятся. Рецепт приготовления этого домашнего средства является очень-очень простым. Вам необходимо взять 1 грамм аскорбиновой кислоты. Вот она продается в любой аптеке без каких-либо добавок. Чистой аскорбиновой кислоты в порошке. И вам нужно взять какой-нибудь крем, который вам нравится, который вы любите. Но прежде чем вы начнете смешивать этот крем с аскорбиновой кислотой, вы должны его предварительно проверить на совместимость. Дело в том, что далеко не каждый крем совместим с аскорбиновой кислотой. Многие косметические средства склонны к разжижению. Вот, например, я взял в тюбик вот этот, если выдавить какое-то количество этого крема вот сюда и добавить сюда аскорбиночки небольшое количество, вы точно так же сделаете это. Вы можете взять крем для лица, крем для рук, какой угодно, какой хотите, абсолютно какой вам понравится. Насыпать какое-то небольшое количество и размешать. И вот если он через несколько часов превратился в такую жидкую жижу, разжижился, это означает, что данный крем не подходит для приготовления этого средства. То же самое время, ну вот он уже все, он уже поплыл, он уже жидкий, тут не надо было и ждать слишком долго, да, потому что он уже совершенно жидкий, ни на что не годится. В то же время, в линейке косметических средств всегда можно подобрать такой, ну вот я вот, вот этот вот, если брать Белиту, например, то вот этот суперпитание, органный миндаль, не разжижается, он очень хороший. И так же очень хороший крем-баттер для тела и рук, вот этот, ну вот из такой вот серии, тоже в Белита Литекс можете что-то подобрать, посмотрите. Ну то есть надо предварительно его испытать. Затем нужно взять две полные чайные ложки вашего крема, положить в пустую баночку, в силу того, что крема вот эти в банках, они хорошо запарабельены, то есть там положены хорошие консерванты, можно не бояться какой-либо контаминации или какого-либо загрязнения, там микрофлоры и так далее, при вот этих манипуляциях. И затем мы высыпаем туда 1 грамм аскорбиновой кислоты. При желании сюда же можно добавить несколько капель витамина Е, он также является сильным антиоксидантом. И несмотря на то, что многие косметические средства содержатся в составе витамин Е, декоферол, количество его там не такое уж и большое, поэтому в принципе можно обогатить этот состав несколькими каплями витамина Е. Относительно никотиновой кислоты, возможно сразу вопрос возник, а можно ли никотиновую кислоту класть, я скажу так, что никотиновая кислота является достаточно, хоть и дешевым, но достаточно коварным средством. Во-первых, оно вызывает очень сильный прилив крови, расширяет капилляры лицо, голова, вот кожа на голове, если вы используете это средство, может гореть. То есть, низкие дозы никотиновой кислоты, которые не влияют подобным образом, они неэффективны, а высокие дозы могут вызывать подобного рода побочные реакции. Кроме того, никотиновая кислота при систематическом ее потреблении вызывает существенное снижение выработки кожного сала. Это будет означать, что, скажем, для нормальной сухой кожи это средство абсолютно не подходит и сухие волосы, сухая кожа или нормальная кожа является практически абсолютным противопоказанием для использования этого витаминного средства для косметических целей. Для жирной кожи, для жирных волос, да, пожалуйста, можно взять четвертиночку, например, маленькой таблетки витамина ПП, никотиновой кислоты, раскрошить ее и обогатить также это средство. Но лучше с никотиновой кислотой так вот, ну, не экспериментировать, не баловаться. В любом случае, вы должны где-то попробовать. Любое косметическое средство, в том числе и это, нужно вот здесь где-то намазать, попробовать, увидеть, что у вас нет аллергии. И после того, как вы несколько часов выдержите вот этот крем для того, чтобы один грамм аскорбинки растворился там, как следует, в той воде, которая входит в состав любого косметического средства. После этого лучше на ночь, безусловно на ночь, вы можете наносить, как любой обыкновенный крем, которым вы пользуетесь каждый вечер, на лицо и потом утром все это смывать. При потреблении уже хотя бы в течение недели систематической, вы можете через день потреблять, если у вас более чувствительная кожа. Надо прислушиваться к своему организму и его понимать. Если какие-то раздражения, какой-то дискомфорт возник, то, конечно, использовать надо реже, но все равно это хорошее средство для поддержания молодости, свежести, красоты лица. Уже после недельного применения вы увидите эффект, что у вас кожа выровнялась, приобрела красивый тон оттенок и вы стали выглядеть лучше. Это средство лучше применять курсом. Вот вы сделали 2 чайные ложки этого крема, использовали и сделайте перерыв. Например, на 2-3 недельки. Через 2-3 недельки можно это повторить. Ну а чем занять эти 2-3 недели перерыва, какие еще домашние средства поддержания молодости и красоты кожи мы можем сделать, в том числе и волос, мы обязательно с вами на канале поговорим. Ведь мы хотим быть не только здоровыми, не только с большим урожаем, но еще молодыми и красивыми. Самое главное, конечно, быть молодым душой. Чего я всем зрителям нашего канала желаю. На этом прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова